добрый день сегодня с вами будем готовить франжи пан пирог франжи пан это французский рецепт очень вкусный с миндалем и к чаю очень хорошо пойдет готовим вместе подписываемся на мой канал ставим лайки и смотрим как приготовить франжи пан для нашего рецепта нам понадобится два слоеных теста у меня уже раскатанное тесто 2 яйца 100 грамм сахара 100 грамм масла 125 грамм миндаля у меня вот порошок миндаля если у вас нету можно сделать дома размельчить его и 50 грамм кокосовой стружки и я добавлю еще две ложки сухого винограда если у вас нету винограда можно без винограда на рецепт без винограда ну мне нравится с виноградом более вкуснее получаем наше масло нужно растопить ну чтобы она не жидко было мягкой микроволновки 30 секунд берем нашу наше масло масло можно оставить при комнатной температуре оно будет как раз хорошо я забыла это сделать поэтому я его чуть-чуть подогрела но она еще остается чуть-чуть тверденький видите она не растаяла берем все наше масло и разбиваем два яйца франжи пани это есть после нового года каждый каждый январь продаются много-много франжи пани у нас во франции это традиция после нового года кушать эти пироги с миндалем это очень вкусно и быстро получается и франжи пани часто вложат вот такую штучку например вот у меня есть таких несколько уже кто выиграет такую какую-то игрушечку франжи пани мы тоже положим тот будет носить корону это называется франжи пан царский франжи пан поэтому что есть какая-то внутри игрушечка их дети обожают обожают играть искать если им повезло или нет с этой игрушкой это так всегда забавно смотреть на них и думать о жалко у нас не было каких-то таких традиций с игрушками со всеми с каким-то там пирожным вот французы придумали такой и я добавляю конечно сахар если это будет чуть-чуть тверденьким тесто я добавлю две ложки молока сейчас я посмотрю я все перемешаю я чуть-чуть тут упала и посмотрим как будет смесь в принципе может и не нужно ничего будет все вот так быстренько мы перемешиваем все вот так перемешиваем до однородной массы чтобы получилось ванильку можно добавить если хотите перемешиваем вот у нас получилась однородная масса я положу туда сухого винограда вот так не очень много этого хватит для нашей массы и вот и вот чуть-чуть все перемешаем и будем делать наши франжи пан это быстро как вы видите все получается смешивать берем наше тесто открываем наше тесто и раскрываем все в длину вот так у меня противень не очень большой но этого хватит и сверху ложим нашу массу и все будем распределять по всей основе нашего теста чтобы было равномерно покрыто берем вот такую силиконовую лопаточку ей легче работать если у вас нету делать ложкой это тоже можно или иногда можно даже положить всю эту массу в рукав и положить рукавом кулинарным это эту всю массу будет даже еще проще ну как как я здесь виноград эта масса не не войдет в этот рукав так что я делаю вот силиконовой такой лопаточкой и это хорошо меньше будет работать чтобы быть этот рукав у меня рукав такой что не одноразовый его нужно всегда быть и вот так распределили нашу массу повсюду как можно лучше и равномернее и распределить смотрите вот так все там бортиком и сейчас мы откроем 2 и сверху накроем его вторым слоем слоеного теста это легко быстро и вкусно получается панжипанский пирог вот так его накрываем и бортики красиво вот так скручиваем стараемся что-то сделать красивое вместе склеиваем бортики 2 1 слоя и вот так наш я забыла поставить нашу вот сюда его дырочку положим тесто набухнет и его видно не будет нашу игрушечку вот так будет красиво сделано и нашим ножичком сделаем небольшой вот такой рисуночек какой-то на ваш выбор и сделаем чуть чуть небольшое отверстие чтобы мог выйти пар и сейчас возьмем одно яйцо и смажем весь бортик этим яйцом это хорошо и красиво получается желтый цвет берем наше яйцо перемешиваем можно одним желтком я перемешиваю все яйцо вы как хотите и все смазываем бортики нашим яйцом чтобы был красивый цвет франжипан по-французски сейчас уже все этот рецепт многие пробовали франжипан становится очень популярным в россии в других странах во франции это рецепт все знают каждый январь все пробуют франжипан во всех булочных целый январь продаются франжипан вот так мы его смазали еще можно так его побольше прорисовать он будет красиво потом выглядеть вот так получился мой франжипан сейчас я его ставлю в духовку ставим все в духовку 180 градусов на вы пробовали уже франжипан пишите в комментариях и говорите нравится ли вам франжипан если вы его пробовали если нет попробуйте это очень вкусно и быстрый рецепт когда ложим миндаль в любой пирог получается пишите в комментариях какие рецепты вы хотите попробовать и если я их умею я покажу французский рецепт какой-то вам если у вас есть какое-то желание какое-то блюдо вы видели но никогда не пробовали пишите в комментариях будем общаться вместе поддержите канал лайком и подпишитесь это поможет каналу развиваться так youtube видит что канал интересный и это хорошо вот такой франжипан у меня получился он еще горячий сейчас я его переложу на тарелочку и разрежу режем наш франжипан и вот такой вкусный и мягкий получается наш со слоеным тестом франжипан и и Субтитры сделал DimaTorzok